Мы можем тебя поздравить с бронзой за этот финал гран-при. Если сравнить с прошлогодним финалом, это, конечно, идет ни в какое сравнение. Тот был юниорский, и там было далекое место от предистала. А этот сезон у тебя очень удачный. Ни одного старта без медалей. И сейчас, наверное, ты доволен этим. Доволен, очень доволен. Конечно. Как можно быть недовольным-то? Да. Но можно лучше, конечно. Но вот сегодня немножко подкосило меня. Переживал очень. Сильнее, чем на чемпионате. Почему? Казалось бы, уже количество переработает качество. Да не знаю. Честно, не знаю. Сейчас я подключал таблицу внимательную, и я думаю, что ты посмотрел на отрыв между тобой и Димой. Ну, как было ощущение? От лиговой, не знаю. Как это? Какие-то слова? Ну, я рад, что я все-таки остался на пьедестале. Ну и все. Просто рад. Конечно, отлегло. Да и вообще, то, что я откатал, соревнования закончились. Мне уже спокойно, хорошо. То есть, нет вот этого адреналина, который на протяжении всего мероприятия как бы стучит. Вот. И поэтому, да, сейчас замечательно чувствую себя. Ладно, а если отмотать время назад, да, когда ты из винюарка перешел во взрослые, если бы тебе тогда сказали, что у тебя будет такой сезон, ты поверил бы вы? Нет, не поверил бы. Навряд ли, нет. В таком случае, в начале сезона на что рассчитывали? Какая-то внутренняя задача стояла в плаве? И превзошли ли вы ее? Ну, для меня всегда задача – это просто катать для себя и стараться катать чисто. То есть, я не борюсь за какие-либо места. Я просто хочу в удовольствии откатать себе программу без касаний попы по льду, в общем. Ну, это вы были молодыми, какие задачи практически любили? Ну, думаю, да. Я вот понял, что я могу… Я, в общем, конкурентоспособный, оказывается, достаточно. И поэтому можно и немножко в планах повышать планку чуть-чуть. Вот. Это главный итог сезона, вот это понимание? Не понял. Вот это понимание того, что вы конкурентоспособный, пора повышать планку. Ну, да. Можно считать это главным итогом сезона? Главным итогом сезона? Ну, думаю, что да. Думаю, что да. А может, просто реально погреться в мини? В принципе, возможно, тут все пацаны сильные мужики, вот. Поэтому… Ну, Женя тоже хорош, понятное дело, очень силен. Но я думаю, это возможно. Что ему больше, чем на двух слов? Ну, мне, наверное, компоненты поднять. Еще больше работать над второй оценкой. Вот. Ну, и чисто само собой прокатать. Ну, и опыта добавить. Ну, и опыта. И все, когда Олимпиада, и у него есть то, что он, который все равно дает свои какие-то плоды. Все? Вам спасибо. С возвращением, можно сказать. Ну, сегодня да. Спасибо большое. Дальше посмотрим. Буду стараться. Это поменялась мотивация, поменялись приоритеты, или что на это могло повлиять? Не знаю. Последние два дня я чувствовал, что я все могу. И у меня все получается. Оставалось только… Оставалось только совладать с эмоциями, с нервами. Ну, вроде почти получилось. Марк, мы тут все смотрели, следили за Ивановым Селезом, за вашим исключением. Мне кажется, мы все вместе с вами в конце тоже что-то прокричали. Что вы прокричали? Я прокричал спасибо. Спасибо тренерам, спасибо себе, спасибо судьям, зрителям, вообще всем людям, кто как-то причастен к этому. Поэтому я очень-очень хотел откатать эту программу хорошо и с четырьмя четверными. Когда-то у меня это удалось, но там я упал с дорожки. Вот, поэтому я рад, что… К сожалению, да, сегодня не получился каскад. Но хотя бы без падений, когда я ехал дорожку, я очень осторожничал, чтобы не повторить свою же историю с прошлого. Вот, я очень рад, что наконец-то практически получилось собрать то, что я очень давно хотел. Саша Самарёна, давайте скажем. Саша Самарёна, так что в его значении карьеры человек иногда для тебя, ну, сомовый как-нибудь, да, и так далее. Может, как-то прокомментировать, не знаю, с каких-то эмоций, да, пошлите в субботу. Он сказал? Да, я сказал. Сейчас. Для меня Саша на протяжении 9-10 лет, сейчас я посчитаю, 10 лет, был примером и в спорте, и в жизни. Он прекрасный спортсмен и, что самое главное, очень хороший, добрый, искренний человек. И я всегда стремился быть, ну, в каком-то смысле похожим на него. То есть не быть копией, нет, но принимать лучшее, что в нем есть. И я понимал, что когда-то этот момент настанет. И меня всегда пугало, как я буду тренироваться дальше. Потому что быть старшим, это, ну, определенная ответственность. Потому что ребята, кто только набирает обороты, подтягивается. Ну, мне в каком-то смысле для них быть этой путеводной звездой. Ну, пока слаб представляю. Спасибо. Жизнь, мы вас поздравляем. Есть такая пословица «Характер – это судьба». Вот на этом старте вы реально показали свой характер. В этом сезоне подтвердили звание чемпиона России. Сейчас фантастический прокат за 300 баллов, и это лучший результат среди всех мужчин в России. Как это удается? Как нам так собираться? Плюс медицинский институт и вообще все. Нет, ну, грамотная работа тренингского штаба, что внутри нашего коллектива всегда царит позитивная атмосфера. Ну, и поддержка близких мне людей. Ну, и немного моего старания. Мне кажется, если бы не было такого характера сильного, спортивного, то ничего бы не было. Не, ну, вообще нравится вот эта соревновательная обстановка. Раньше вот я думал. Проходили с вами. Ну, можно было посчитать, глядя на соперников, ну, вот он где-то там ошибся. Типа, ну, может быть, я там могу ошибиться. Ну, так, ориентируясь там, считая баллы. То сейчас вот, уже в прошлый сезон, этот сезон, конкурессия настолько большая, что ты выходишь, тебе надо только чисто катать. Если ты хочешь подняться там на наивысшую ступень педестала. Поэтому, и, мне кажется, и болельщикам фигурного катания, и нам, спортсменам, доставляет это удовольствие. Это интрига, переживания, борьба. Почему? Отвечаешься с утренбергерами? Пытаешься чисто? Один из него и людей? В чем стабиль? В чем стабиль? Почему без риттбергера сегодня? Так решили с рентским шнапом. Ну, после того, как вы сделали сложные прыжковые прыжки все свои, вы настолько просто самовыразились в этой программе, что вы, наверное, это помнили при акции зала, что где не обманешь болельщиков, когда так вы устроили вам овацию. Я не знаю, что нужно... Вот такие моменты, наверное, не остаются в памяти. Не только в памяти, и в моменте, когда я ехал произвольно, уже когда сделал все прыжковые элементы, даже силы прибавлялись во время дорожки, но я также старался все контролировать, чтобы все было на максимальный уровень. Потом по распечатке смотрю, насколько мне это удалось. Можно совет соперником как тебя обогнать? Мне кажется, я не тот человек, который должен ему давать совет. Другие спортсмены тоже, все молодцы. Незадолго до этого старта мы узнали, что Петь Гуменек, у которого тоже было в сезоне, вот до этого ваше выступление он играл за 300. Он по болезни, да, не смог приехать сюда. И так бывает, что когда снимается человек, с которым ты конкурируешь, то ты как-то немножко расслабляешься. Но мне кажется, что это не ваш случай. Вы, наоборот, были очень мобилизованы с самого первого момента. Как вот с момента тренировок. То есть вас это никак не волновало? Вы как бы боролись с вами с собой, правда? Ну да, как я уже на предыдущие вопросы отвечал, как бы все соперники сильные. Да, не было одного из фаворитов на этих соревнованиях. Но, как я ранее говорю, тут все сильные. И ведет борьба прежде всего с самим собой. Но у вас вообще с Петьи такая принципиальная, как в Дерби все время получается. Вот все-таки здесь вам его не хватало? Ну, могу сказать, что иногда у меня свои эмоции. Я рад, что я хорошо откатал, выполнил поставленный контент. И я давно себя ловил на мысли. Я три сотни не пробивал. Ну, я рад, что в этом городе, на этом льду, перед такой прекрасной публикой, мне это удалось сделать. Что первое сделаете после победы? Отдохнуть. Очень устал. Напряженная неделя была. Выспаться. Там еще сдача экзаменов. Ну, уже есть дата одного экзамена. Ему надо очень ответственно подготовиться. Экзамен участворный. Так что, в России, нынешний финал гран-при проходит впервые в рамках российской спартакеады. Чувствуете ли вы как участник и, может быть, следите за какими-то другими видами спорта, которые сейчас соревнования проходят в рамках спартакеады? Ну, честно сказать, так прям пристально не слежу. А если касательно тех видов спорта, которые мне нравятся, это фигурное катание и футбол. Ну, футбол я тоже не могу сказать, что смотрю. Матчи очень долго длятся. Я обычно читаю просто новости иногда. Результаты матча смотрю. Ну, а так, все. Атмосфера как у вас есть? О, атмосфера тут замечательная. И публика. Давно я не слышал такой искренней поддержки, чтобы так поддерживали каждого спортсмена. И меня в том числе. За что моим болельщикам особенно благодарность. Есть уже идея на турниршего программа? Да идея была. Какой-то регламент обновили. Ну, сейчас будем думать. Решать. А то, что вот сделали такое ограничение, что можно, по сути, только пророссийскую культуру делать, оно каким-то образом направляет или мешает? Да нет, точно не мешает. Это определенно что-то новое. Будет интересно на это посмотреть. Идея мне понравилась. А посмотреть, может, ты будешь новую идею придумывать, или все, теперь ты только смотришь? Ну нет, фигурное катание все-таки кататься надо. Это не футбол. Нет, постараемся, попробуем удивить зрителей и болельщиков. Что футболе последний смотрел? Что издевалось время, когда ты читаешь новости? Ну, в Барселоне там появился молодой парень, который круто играет. Это Ямал. Молодой. Это интересно. Молодой.